Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Skull of the First Sin на NG+, и я пойду убивать колокалистов. Это, по-моему, хороший план. Ну и вообще, я просто хочу оттуда выбраться, но для этого нужно убивать колокалистов. И любой план, в котором нужно убивать колокалистов, это хороший план. Ну, посмотрим, вторгнется ко мне кто-нибудь или нет. И смогу ли я что-то с этим сделать или нет. Пока что никто не вторгается, странно даже. Лучники, идите нафиг. Все еще никто не вторгается. Зато тот чувак сагрился. Нехорошо. Я думаю, Хадукин. И еще один. И еще один. Окей. И теперь... Это комбо. И теперь... Это комбо. Отлично. И все еще никто не вторгается. Какого черта никто не вторгается? Возможно, я просто играю в не очень прайм-таймовое время. Скорее всего. Ну, посмотрим. Может быть, кто-то тут все-таки вторгнется. Может быть, я просто все пройду. Я бы, наверное, даже предпочел просто все пройти, чтобы мне не приходилось еще раз все это проходить. Ну, если кто-то вторгнется, я не сильно против. Ну, первое сейчас недоступно, но, возможно, это потому, что я на лестнице. Нет, оно все еще недоступно, так что кто-то все-таки пытается. Так, ты умри. И для начала я починюсь. И потом я оббафаюсь, когда кто-то все-таки вторгнется, если ему это удастся. Ну, хотя бы я всех НПС перебил, так что теперь с этим меньше проблем. А, нет, тут еще один НПС есть. И вторгаться кто-то перестал. Ну, сейчас я всех НПС перебью. Тоже вариант. Иди сюда, чувак. Ау. Стрела это не чувак. Ну, возможно, эти... Карлики этого не знают. А, стамина. Не вовремя стамина. Да, блин. Их ты, Хадукин. Это проще. Да. Ну, на лестнице оно, по крайней мере, точно не работает. Или все-таки кто-то ко мне вторгается, как только я трогаю лестницу. М-м-м, да, действительно. М-м-м, да, действительно. А, естественно, да. Я забыл, что они меньше, чем в пятером не умеют. А-а-а-а. Окей. Видимо, это просто баг анимации. Ну, все равно забавно выглядело. Хадукин тебя. Отдохни. Второй не воюет. Адекватный попался. Попал. Как насчет этого? Ау. Эмм. Какого черта я визуально попал по нему? Ау. Атака после переката странная у... Дурочного хвата. Они, в принципе, обе атаки после переката неудобные очень. Упс. Ну, окей. Ты меня подебил, чувак. Теперь оно полдня будет дисконнектиться. Да. Ну, это нормально. Ну, и опять же, я убил всех NPC, так что теперь все проходить намного проще. Ну, конечно, для PvP мне совершенно не нравятся эти кассеты. У них очень неудобные атаки после переката, что двуручные, что одноручные. Они короткие и еще и даже вплотную иногда промахиваются. То есть они, во-первых, короткие, во-вторых, они чисто вперед бьют. В то время как я предпочитаю использовать вообще очень часто атаки после переката как основную свою атаку практически. Но для того, чтобы их хоть как-то можно было эффективно использовать, они должны быть как минимум широкими. То есть они должны бить не вперед, а все вокруг. Ну, если они еще и при этом длинные и бьют все вокруг на большом расстоянии, то вообще идеально. Но тут они не длинные и не широкие. А просто бесполезная хрень какая-то. Если бы можно было хотя бы после переката делать не атаку после переката, а просто обычный удар. То есть перекатиться и после переката сделать вот это. Это было бы намного лучше, чем то, что здесь после переката. Ну и с разбега тоже так себе. Долгий замах и не очень эффективный удар после этого. Ну, естественно, ходу кином ни в кого не попадешь, потому что он полдня заряжается. И всякими там R2. Не, ну это R2 еще ничего так. Вот этим R2 тоже попасть довольно-таки проблематично в кого-либо. Всесожжение бесполезное. Нет, а фигня бесполезная. Всесожжение, конечно, можно в PvP использовать для добивания, но оно и себя тоже дамажит. Так что нужно каким-то образом его переживать при этом. Ну, то есть в том смысле, что оно поджигает меня, дамажит меня и дамажит всех вокруг меня. От этого нельзя перекатиться. Как бы если я близко к противнику, то он получает урон. Независимо от того, что он там делает. Так что если у противника осталось мало жизни, мне достаточно просто включить всесожжение и очень близко к нему находиться какое-то короткое время. Но проблема в том, что... Это может меня убить раньше, чем его. Теперь отсюда никуда спрыгнуть даже нельзя. Так неинтересно. Ладно. Чувак, беги сюда. Ну, пофиг. Я получил кучу дамага, но я все равно его убил. Ау, какого хрена? Вообще не понял, что это было. Чувак снизу? Почему оно слева прилетело, а не снизу, слева спереди? Кроме него это никто не мог быть. Ладно. Допустим. Надо, естественно, варкнуться вот сюда и отсюда идти. Потому что это намного быстрее и проще. Ну, не знаю насчет проще, но быстрее точно. Окей. Хадукин тебе? А, нет, не получается одного сагрить. Ну, в прошлый раз получилось, конечно. Но там как-то я особенно удачно его ударил. А с двумя сразу кассетами уже совершенно неудобно сражаться. Ну, собственно, с двумя противниками кассетами очень неудобно сражаться. В пвп ими тоже очень неудобно сражаться. А больше... Как бы... Нет, 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 не сбрасывай меня. Окей, сбрасывай себя, я не против. В общем, больше их как бы применять негде. Потому что тут... Ну, боссы, да. На боссах они хорошо работают. Но кроме этого... Тут везде почти группы врагов. Один на один сражаться редко, когда получается. Ну, и в пвп, естественно, тоже бессмысленно. И против нпс тоже довольно бессмысленно. Так что кассеты, на самом деле, это очень плохое оружие. Ну, естественно, можно спамить Хадукин. И это как-то будет работать. Уезжай обратно, чувак. Так какого хрена он теперь сверху еще по мне стреляет? Пока. Ну, стоп. Он вообще не получил урона от этого. Что? Ненависть. Ну, окей. Что здесь происходит теперь? То же самое, что и раньше? А, нет. Не то же. Ну, то же самое, что и на НГ, по-моему. Но как-то он быстро сагрился. Вот это вот тоже проблема. Эта атака достаточно медленная. Так что я ожидаю, что противник ко мне подойдет. И начинаю ее как бы заранее. Правильно? Потому что иначе сейчас слишком поздно будет ее начинать, когда он уже подошел. Но он вдруг внезапно останавливается. И бьет меня с чуть-чуть большего расстояния. И все. Атака бессмысленна. Я только получаю от нее урон. В общем, костеты, да, они довольно веселые. Но они очень... Не очень хорошие, скажем так. По-моему, я в прошлой серии говорил уже, но если бы их можно было найти на НГ где-нибудь в начале, две штуки, то они были бы довольно офигенные. Но на НГ+, с дополнительными монстрами, с увеличенной жизнью всего, уже как-то не тянет. Ах, слишком далеко. Ну, я и так могу. И в основном проблема на НГ+, это просто больше врагов и больше урона у врагов. На НГ они все-таки намного менее дамаговые. Поэтому можно как-то слегка танковать. Здесь уже не очень. Так, тут наверху НПС будет злой. Что мне с ним делать, с этим злым НПС? А! Да, нарезать круги вокруг этого. Хороший план. А он... Он тоже умеет нарезать круги. Да. Ну, или альтернативно просто заспамить его атаками. Тоже работает. Хадукин тебя. Упс. Ну, это сработало. Так что пофиг. Хадукин, он же как бы слегка... Он не дамажит, но он дамажит при этом все вокруг. То есть это... Он наносит ноль дамага всему вокруг во время вот этой вот первой фазы. Ну, или может быть не ноль, но совсем-совсем мало. Наверное, стоит вообще варпнуться. Я хотел сначала сказать... Наверное, стоит отдохнуть и восстановить эстус. Но потом я решил сказать, стоит варпнуться. И потратить души. Потому что души эти... Куда-то надо девать. И мне не хочется ими особенно рисковать. Так, ну и, собственно... Железный король. Я, наверное, после него пробегу до первого костра в ДЛЦ. Хотя нет, не пробегу, потому что у меня нет ключа от ДЛЦ, о чем я вообще. Сделали тут ключи еще всяких. По-моему, я ее призывал где-то уже. На НГ. Так что, ну ее нафиг. Чувак, входи уже, мне... Ау, мне лень тебя ждать. Ну, видимо, зря мне лень его ждать. И это комбо смертельное. Я спамил перекат после первого попадания. Ну, возможно, недостаточно эффективно. Недостаточно хорошо спамил. Но спамил. Ну, ладно. Не буду пытаться мне у него пробежать. А, у меня не в двух руках. У меня рука не в двух руках. Так почему она все еще не в двух руках ножа уже? Ненависть. Собственно, теперь мне не нужна рука в двух руках. Теперь мне нужны Хадукины. Обед. И... Пропустить заставку. И когда он еще пару шагов сделает... Хадукин... Недолет. Хадукин... Долет. Упс. Хадукин! Нет, не дыши огнем, наркоман. Ненавижу его дыхание огнем. Упс. Ну, хотя бы кучу урона. От этого достаточно просто подойти к нему. Ау. От этого надо было, наверное, за угол уходить. Есть тут один за угол. Я лучше вылечусь. Еще успею его разок ударить. А, у меня за угол тоже не помогает. Я не помню, как от этого выворачиваться. Но я могу его затопнуть в прыжке после этого. Окей. Да хватит дышать огнем, наркоман. Я ненавижу этого босса. Я ненавижу этого босса. Когда он дышит огнем больше одного раза подряд, я просто сбиваюсь и просто умираю. Ну и, в принципе, когда он дышит огнем. Так, время проверять, можно ли здесь прыгнуть и выжить. Можно. Как насчет здесь? Здесь... Не уверен. Если попасть при этом на шипы, то определенно нельзя. Нет, вообще нельзя. Окей. Вообще, это один из тех боссов, которого я ненавижу. И это, по сути, практически клон. Ну, нет, не клон, конечно, но в какой-то мере очень похожий босс на сраного Сислис Дисчарджа, которого я тоже ненавижу. Ну, там хотя бы можно было его выманить хрен знает куда и скинуть в пропасть. Этого нельзя скинуть в пропасть. Этого можно только убивать спустя 10 смертей от его сраного огня. Ну, полезай уже. Окей. Опс. Еще пару ударов. И еще раз сраный огонь. Еще и этот сраный огонь. Ну, хотя бы удар. Уже хорошо. Умри от ходутина. Причем просто совершенно не сложный сам по себе. Просто кривые хитбоксы его огня и... Захочет ли он кастануть этот огонь или нет. Если он его не кастует по 15 раз подряд, то он убивается совершенно элементарно. Если он его кастует по 15 раз подряд, то он не убивается вообще. И иногда он 15 боев подряд кастует огонь по 15 раз подряд. И нет, это не так уж сильно... Да, точно, здесь ничего нет. Это не так уж сильно зависит от того, где я нахожусь. То есть, как бы, да, если я близко к нему, то он немножко реже кастует огонь 15 раз подряд. Но он все равно его иногда кастует. Да-да-да. Так, куда мне теперь идти? Там я все прошел, можно в дыру попытаться спрыгнуть. И, наверное, это хороший вариант. Там можно, по крайней мере, все по пути игнорить. Если что-то сложное заспауниться. Хватит мне вообще жизни, но... Так нет. Так, определенно, не хватит. Но если нормально прыгать, то может быть. Да, блин, почему нельзя в Маджуле респауниться? Ok. Ну, мне с трудом хватает жизни на все это О, сколько там пятен крови внизу Ну, наверное, должно хватить Сюда Сюда Открыть костер Я не пойду в могилу святых Мне не хочется сейчас подойти Мне на сегодня хватит ПВП с бесполезным для ПВП оружием И сюда, перелет немножко Если бы я упал на эту балку сначала, то я бы получил меньше урона Но все равно, долетел, выжил Все норм Так, теперь главное отсюда не упасть в самый низ, случайно Окей Надо стать человеком И съесть гриб Ящерица, иди нафиг Вы тоже идите нафиг Как-то здесь можно было По-моему, сюда сразу перепрыгнуть И выжить И потом отсюда еще куда-то перепрыгнуть и выжить Возможно, в самый... Да, наверное, в самый низ можно перепрыгнуть и выжить Да, легко Сэкономить кучу времени таким образом Я не знаю... Наверное, спидранеры сюда не ходят Вообще, не знаю, что сейчас со спидранами И спидранит ли кто-нибудь Dark Souls 2 вообще И что из этого... Окей И что из этого получается? Я знаю, что до экспансчена Не экспансчена, а до переиздания Все гоняли на старой версии Где там можно было Этот баг с парированием использовать И проходить игру за... Не знаю, там, за 10 минут Просто бегая сквозь стены везде И эти спидраны мне совершенно не нравились Я не вижу особого... То есть не то, чтобы я не вижу особого смысла Смысл, конечно... Смысл спидрана — это пройти игру как можно быстрее Так что если можно пробежать 90% игры где-то за стеной То это самый быстрый способ Но я не вижу ничего интересного в таких спидранах Зато в тех спидранах, в которых используются вот такие вот всякие Упс, перелет Такие вот всякие фишки Типа куда, где можно спрыгнуть, чтобы срезать там часть уровня Это намного интереснее Так, ну, на этот раз надо прыгать как-то по-другому Окей Два эстуса Все равно костер там скоро Я не буду особенно много эстуса тратить между Этим местом и следующим костром Окей Иди нафиг Остальные просто уже не успеют Так, и подобрать души И попробовать прыгнуть вот так Нет Определенно не так Возможно, мне нужно больше жизни, чтобы здесь выжить Потому что я знаю, что так можно было спрыгнуть Кольцо у меня эквипнуто Я буду пытаться это делать, пока не получится Да, вот, правильное падение Я вообще не получаю урона при этом практически Но, к сожалению, эта балка не респаунится Пока я не перезайду в игру, по-моему Так что я один раз так упал И если я сейчас опять не допрыгну куда-нибудь Или перелечу То этой балки там уже не будет Так Ладно, ты ум... Черт, сраные поводины Окей Я хотел посмотреть, как именно нужно прыгать Ну, в принципе, можно так, как я и сделал То есть просто пробежать И не прыгать нигде А, упс Окей Попал Помню ли я, как помойка пробегается? Так Посмотрим Если я помню Я уже не туда бегу Упс Я вообще упал Если я помню, то я ее пробегу по-быстрому Если нет, то Наверное, я на этом закончу То есть я сейчас еще разок попытаюсь пробежать ее Спидранерскими методами Я зажгу факел Упс Нет, не отдохнуть Зажечь факел Совсем в темноте Совсем в темноте бежать не очень хорошо Так Идите нафиг, чуваки Черт Ладно, еще одна попытка Этих чуваков тут не было В обычном дарке Там был один, по-моему Мимо него можно Нет, там, по-моему, была эта огромная крыса-тварь Но все равно Можно было перекатиться мимо всего этого А сейчас они так подбегают Загораживают весь проход И все Так что придется одного из них стукнуть Например Вот так Отлично Сюда Мимо тебя я перекочусь Хотя ты по мне и так не попал Сюда Крыса-тварь, иди нафиг Это меня может быть... Нет, это меня даже не отравит Удивительно Теперь сюда На второй мост Как вот здесь вот правильно было спрыгивать, я не помню Там в некоторые дыры можно просто спрыгнуть Ну как минимум сюда можно спрыгнуть Отсюда можно перепрыгнуть на центр И... окей Не взрывайся Ну или взрывайся Прощай, броня Готово Ветка И выход Да, я примерно помню Как проходить Спидранерским способом Эту локацию И я не буду туда возвращаться И проходить ее нормальным способом Мне лень Что у меня только одно кольцо сломалось Удивительно Да, удивительно Нет, два кольца Все равно удивительно Ну ладно В общем, в следующий раз Я буду проходить эту локацию Темно-черная расселена Как-то так Но это в следующий раз А на сегодня на этом все Я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok